Здравствуйте, коллеги! Рядом со мной Константин Кугучин, компания Sanitel и спикер нашей деловой сессии. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте немножко поговорим о сессии, которая закончилась буквально недавно. Какие были темы, что поднималось? Да, ну я участвовал в сессии по категорийному менеджменту, где участники обменялись базовыми идеями и принципами из их опыта построения категорийного менеджмента в ритейл-компаниях. Ну, естественно, для меня было интересно также совместить эту дискуссию с опытом уже применительно к компании-производителю, которой мы являемся. Расскажите, интересно, может, какие-то были решения, представленные вашими коллегами на сессии? Ну, наверное, самое интересное, что я заметил, это то, что мнения разделились у участников сессии, потому что очевидно совершенно, что у всех в опыте торговые сети разного размера, разный формат бизнеса, и, соответственно, были даже мнения, что категорийный менеджмент на сегодня – это не самая эффективная модель. Поэтому вот это, наверное, было самое интересное – услышать абсолютно разные, подчас диаметральные взгляды на, казалось бы, такие прописные вещи, которые можно увидеть в бизнес-учебниках. Интересно. Давайте поговорим о компании. Компания широко известна. Компания снискала славу и любовь еще задолго до всех событий, но 2020 год сразу показал и значимость, и дал тот еще, я так понимаю, толчок для развития еще вязчиво. Расскажите, пожалуйста, как дела обстоят сейчас, в 2022 году, какие интересные планы? Ну, наверное, самое интересное – это то, что планы январские или даже начала февраля, они на сегодняшний день изменены в связи с той ситуацией, которую мы имеем. И, в частности, мы видим изменения, которые происходят на полках у ритейлеров, и изменения в спросе покупателей. И, конечно, мы, как компания российский производитель, считаем необходимым ответить на тот спрос, на те новые тенденции, которые мы видим на рынке. И, в частности, если мы раньше планировали активно развивать свой базовый сегмент – это средства защиты, санитайзеры, в которых мы, собственно, там, снискали, как вы сказали, неплохую славу за 19 лет существования компании. Но сегодня рынок говорит о том, что настала пора, возможно, зайти уже в и большие категории, более интересные текущим потребителям. Это и бытовая химия, и средства гигиена, в частности, для детей. Я так понимаю, что ваши профессионалы подумали о том, что есть какой-то пробел в этих категориях, и вы на своих мощностях, со своей экспертизой, своим опытом можете закрыть качественно и приятно для покупателя эти дыры. Да, у нас был опыт достаточно хорошей работы в этих категориях. Мы производили уже долгое время продукцию, но под другими марками, не под тем брендом Sanitel, по которому нас знают на рынке. И мы решили просто сейчас, пользуясь случаем, расширить свои компетенции в этой категории, предложить рынку то, что мы умеем делать в лучшем качестве. Это ключевой принцип нашей компании. И, безусловно, здесь играет роль либо подорожание, либо уход с рынка компаний, производящих ассортимент, иностранных прежде всего. Мы видим в этом довольно яркие ниши и считаем, что по комплексу показателей качества и цены, тем более, что у нас производство расположено в Москве, мы точно сможем заполнить тот гэп, который сейчас на рынке возникает, пробел. Звучит многообещающе, интересно, и самое главное, что наши покупатели смогут оценить под достоинство в этот продукт. Я так понимаю, что эти будут даже средства и для детей, что еще повысит, мне кажется, лояльность к бренду абсолютно всех. Да, на самом деле, как я сказал, наши компетенции, прежде всего, мы их для себя формулируем именно в качестве продукта. И поскольку мы активно работали с медицинским сектором в антисептических средствах, то есть мы не просто производили для ритейла товар, грубо говоря, со спиртом, который убивает все, на что он нанесен, мы достаточно профессионально этим занимались и скрупулезно изучали любые направления, связанные с изучением этого продукта, с его использованием и так далее. И эти компетенции были применены активно нами и в аптеках, и в медицинском секторе, в госпиталях, и в даже корпоративном сегменте. И мы считаем, что, пользуясь вот этими принципами и наработанными знаниями, наверное, лучше всего их применить именно в том сегменте, который наиболее чувствителен к качеству продукции – это дети. – Замечательно. Спасибо большое за интересное общение. Пожелаем вам удачи и, надеюсь, до встречи в следующем году, где вы будете рассказывать про еще более широкую линейку ваших товаров. – Спасибо вам большое. Будем надеяться. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. Продолжение следует...